Две улицы и три десятка домов. В Парсковеевке и Донецкой области без магазинов, аптек и даже общественного транспорта выживает чуть более 50 человек. Кириллюки единственная семья с детьми. В забытое село переехали от безысходности. От Новомихайловки до Парсковеевки 4 километра разбитой дороги. По ней Наталья с детьми возвращаются из больницы. У кого есть машина на машине? А вы как? Пешком. В Новомихайловку ходить приходится часто. То за продуктами, то за лекарствами. В родном селе всего две улицы и 30 жилых домов. Магазинов и аптек тут не было даже до войны. Людей почти нету. Детей тем более. Мы самые маленькие. В забытом населенном пункте Кириллюк поселились от безысходности. Их дом в Маринке оказался на линии огня. Летом попадала к соседям. Три деда ранила. Это недалеко от нас. И у нас в огороде падало 10 метров от хаты. Поэтому с детьми страшно. Это жилье осталось в наследство от бабушки. Его от ветхости пришлось спасать своими силами. Весь потолок в кухне лежал на полу. Потому что крыша протекала. Ну естественно из-за того, что все саманное, размокло, упало. Тут частично тоже попадало. Воды не было никакой. За питьевой надо ездить в Михаловку или в Константиновку. Техническую колодец сами выкопали. Несколько лет муж Натальи не мог найти работу. Выживали на социальные пособия и случайные подработки. Я огород перекопал, где штаба могли восстановить. В Михаловке тоже попадали и не раз попадали. Помогал восстанавливать жилье. На урожай с огорода вся надежда. Но каждый сезон одна и та же проблема. Пасека на соседнем участке. Мы не просто страдаем. Мы с этим мучаемся. Летом тепло, хорошо. На улицу не выйдешь. Гоняют, кусают. Скорую вызывали. Кололи. Противоаллергическое. Наталья переживает, что в этом году засадить огород полностью не получится. Но без продуктового запаса семья не останется. В село регулярно приезжают волонтеры гуманитарного штаба Рината Ахметова. С учетом того, что мы уже тут 4 года, дом в Маринке частично разрушен. Действительно очень выручают. В течение 4 лет Ринат Леонидович нам очень помогал. Спасибо ему большое за это. Дома Наталья сразу планирует, что приготовит на обед. Решила, что сварит макароны из набора выживания. Жизнь вдали от дома угнетает. Но поддержка близких и небезразличных людей дает надежду на лучшее.